Привет, друзья! Да всё понятно, эгоизм – это когда бывает стресс, потому что вместе со стрессом включается страх, штампы мышления, стереотипы, подверженность подражанию авторитетам, всё за этим тянется. Когда человек снимает стресс и выходит на состояние свободного сознания, то он постигает то, о чём говорил Будда – это состояние нирваны, о чём говорилось в дзене – это состояние дзен, или у суфи в исламе – состояние фана, или это состояние молитвенной благодати. Ну, в разных религиях тоже самое. И Будда имел нирвану, как вот это состояние свободного сознания, такого полного равновесия, когда мир целостен, потому что ты сам целостен. И метод давал, медитация. И в исламе тоже молитвы, аяты, всё это. Ну, во всех религиях то же самое было. Было состояние, на самом деле, человечности. Человечности, когда ты лишён страха, и ты творец. Это же состояние творца. Когда ты изобретатель, способен созидать, способен любить, способен дружить. Ну, об этом же и все пророки говорили. Только истина всё время искажается, потому что, когда пишут о том, что говорили пророки, вот это самое главное – состояние человечности. А там, когда говорят, что такое Бог в человеке, ну, всё время путаница в головах у людей. Употребляете слово Бога, и поэтому путаница. Либо раб Божий, либо служить Богу, либо жить с Богом. Это путаница возникает. Потому что Бог, по моему мнению, это как раз таки и есть, о чём говорили пророки. И Будда говорил, и Моисей говорил, и Магомед говорил. Да, это то самое, это человечность. Они вот и пытались это сказать, пытались сказать, но по мере того, как транслировали, каждый же судит в меру своего уровня развития, в меру своего масштаба мышления. Да, нормальный человек, который любит не только себя, но и ближнего. Но вы обратите внимание на эти слова. Но об этом же и говорили. Люби ближнего. Бога – это любовь. Да? Ну, отдельно же не бывает любви. Любовь. Как раз таки об этом речь идёт. Бог – это любовь. Это человечность. Но поскольку вот, что происходит в мире. Сейчас, накануне глобальных перемен, мы разбираемся, в чём же истина. Так истина-то и есть эта человечность. Ну, что происходит? Почему пандемии? Почему войны? Почему кризисы? А потому, во-первых, что люди разные по уровню своего мышления. Потом они находятся в стрессе. Кроме этого, значит, это же очевидно. Научно-технический прогресс всегда идёт впереди. Развитие утверждений в человеке человечности. И поэтому так и получается, что сейчас все платформы, вот эти информационные, захватили люди, которые быстрее, так сказать, сообразили в научно-техническом прогрессе, как управлять интернетом, слились с банками, с этими владельцами денег, и диктуют нам, что нам надо делать. И мы становимся вот исполнителями в таком формате потребительства развивается. Если ты умный, где твои деньги? Ну, то есть перевес в сторону денег, первичности денег. Одна из причин этому не только что наушно-технический прогресс развивается, поэтому и надо науку человечество создавать, науку с определениями чётких понятий, что такое любовь, созидание, сотрудничество, творчество и так далее. Но ещё и потому, что там вот, когда началась вот эта история, когда деньги, я уже говорил, раньше валун катили соседу, чтобы водку получить, потом валун этот уменьшался до монетки, теперь, да, цифры, это логика понятная, диалектическая. Ну, чтобы свободы больше было в операциях всевозможного обмена. Ну, кроме этого, деньги в рост. Деньги в рост – это что такое? Я тебе даю долг, а ты мне должен не вернуть долг, а должен ты мне с добавлением каким-то вернуть. Ну, вот это и получилось, вот это смешание всех вещей, и почему вот эта вот первичность денег стала, и почему эти владельцы платформы, они как раз такие самые богатые люди их создали. Ну, потому как они научно-техническим прогрессом пользовались, и вот этим ростовчичеством пользовались. Ну, потому так и бывает. Да, ну, так что вы думайте сами. На самом деле, если Будда создавал свою теорию нирвана, он нашёл и метод к нирване, была медитация, так и к науке человечности – это же то же самое состояние, когда ты без страха, комплексов стереотипов, ты чувствуешь сам себя, самодификация, ты чувствуешь, что ты хочешь, как этого и достичь. Здесь тоже метод, метод ключ, да, и там везде, вот, состояние, например, молитвенная благодать, а метод там тоже есть, это молитва повторяемая. У нас тоже в ключе повторяемые действия, которые выходят на автоматизм, или сразу действия, которые выходят на автоматизм. Там два кода входа. Ну, ладно, друзья, мы ещё об этом поговорим, потому что сейчас очень много думают об этом. Что же нам противопоставить против этих пандемий, угроз, развала человечности в человеке? Конечно, науку человечности сегодня. Давайте определять дальше эти понятия, чтобы их не толковали, как после Христа, кто как понимает, превратили из людей, которые живут с Богом, то есть, будучи человеками, в рабов божьих. Вот вы понимаете, вот это смещение понятий у людей происходит, когда говорят, что есть истина, что есть Бог, и как же толкует по-своему. Да Бог – это творец в человеке, а состояние свободного сознания, когда эгоизм с инстинктами выживания уходит, когда страх исчезает и появляется альтруизм, любовь, так это и есть Бог.